Какую профессию выбрать? Над этим вопросом хоть раз задумывался каждый из нас. Кому-то этот выбор дается тяжело, а другие наоборот. Точно знают, чего хотят. Помочь детям определиться с выбором будущей профессии призван окружной конкурс парикмахерского мастерства в мире моды. Он прошел в Наринмаре в Международный женский день. Участниками конкурса стали трое воспитанников школы имени Антона Пырерки. Завершением конкурса стал показ мод во Дворце культуры Арктика. В Международный женский день воспитанники школы имени Антона Пырерки на время перевоплотились. Из обычных школьников – стилисты. Вооружившись тайлером для волос, средствами для укладки и прочими парикмахерскими инструментами, юные дарования создают прически своим сверстницам и тут же придумывают им название. Прическу я назвал сам. Это вечерний стиль и юное название – Dangerous Woman. Делать ее было не так уж и сложно. Все равно было сложно закалывать. Попробовать себя в качестве настоящего стилиста – такой шанс выпадает не каждому. Но для воспитанников школы имени Антона Пырерки это стало возможным благодаря конкурсу парикмахерского мастерства в мире моды, инициатором которого стала уполномоченная по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина. Площадкой для проведения конкурса стала студия красоты, где накануне для троих финалистов опытные наставники провели мастер-классы. Теперь ребятам предстояло показать все, чему они научились. Сегодня я делала прическу для вечернего стиля. У меня модель была Наташа. Когда показывала Анна Сергеевна, было легко. Казалось, очень легко это делать, но когда я начала сама, это было тяжеловато. Особенно, когда ты уже сделал косичку и уже под конец, когда ты заделываешь этот пучок, было тяжеловато, потому что волосы выбиваются. Юные стилисты волнуются, ведь в конкурсе парикмахерского мастерства они участвуют впервые. Наставница ребят, руководитель студия красоты Анна Сылка уверена, мастерство придет с опытом. Для того, чтобы в профессиональном конкурсе участвовать, нужно тренироваться около двух месяцев. У них было на это всего три дня, они достойно с этим справились. Все модели довольны, все прически красивые. Прически выполняли в трех стилях. Это модный образ, вечерний образ и деловой стиль. Может быть, эта профессия кому-то поможет определиться в жизненном пути, поможет достичь каких-то хороших результатов, целей. Надеемся дальше сотрудничать в этом направлении. А возможно, будут какие-то еще мероприятия, будем рады поучаствовать в них. Своих подопечных Анна поддерживает и на словах, и на деле. Где нужно подправить локон, поможет зафиксировать укладку. Сразу видно, к выбору своей профессии девушка подошла осознанно. После того, как последние штрихи были выполнены, образы моделей готовы, а сами конкурсанты наконец-то смогли выдохнуть, жюри приступило к обсуждению. После долгих раздумий компетентная комиссия объявила итоги конкурса. Каждый из вас является победителем, но в своей номинации. И поэтому диплом вручается победителю окружного конкурса парикмахерского мастерства в мире моды в номинации «Лучший вечерний образ» Ивановскому Донасту. Все финалисты конкурса получили дипломы и памятные подарки. Моделей также ждал приятный сюрприз. После салона красоты воспитанники НШИ вместе с организаторами конкурса отправились во дворе скульптуры Арктика. Моделей ждал мастер-класс по мейкапу. За работой визажиста с любопытством наблюдают юные красавицы и джентльмены. После – дефиле с участием воспитанников детского дома. Показ домашней одежды сменился на дефиле в вечерних платьях, который плавно перешел в красивый парный танец. Продемонстрировали участники дефиле и одежду в деловом стиле, где во всей красе выступили мальчишки. Для воспитанников детского дома праздник в мире моды и участие в конкурсе парикмахерского мастерства стало значимым событием. Ребята были в центре внимания, смогли проявить свои таланты и способности. А кто-то, возможно, определился с выбором будущей профессии. Эти конкурсы профессионального мастерства, они как раз нацелены на то, чтобы ребята могли осознанно выбрать себе будущую профессию, чтобы они представляли себе, что это за профессия, где они могут быть востребованы, где они могут работать в будущем с этой профессией. Конкурс удался, действительно, и образы получились великолепные, потому что, действительно, здесь ведь не только прическа, здесь полностью образ. То есть вот стиль ребята создали, и я очень горда тем, что действительно у них это получилось. Я думаю, что они сами вдохновились. Это, в принципе, уже работа стилиста, это не просто даже парикмахерское искусство. Впереди у ребят несколько лет учебы, чтобы решить, какую профессию выбрать и по какому жизненному пути идти. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.